Небольшой бережок вокруг кусты. Такие места выбирают дети. Здесь взрослые не увидят. Спасатели же замечают школьников. На вид ребятам не больше 12 лет. Они, в свою очередь, испугавшись спасателей, берут вещи и прячутся. Хорошо, если домой пойдут, говорит Александр Грицев. Иногда подростки ждут, когда спасатели отплывут и возвращаются обратно. Укромные места выбирают и взрослые. В основном дети, потому что дети, они всегда будут купаться, чтобы родители не знали. Здесь ближе всего место, допустим, для индустриального микрорайона. В основном дети. Ну и проспитие спиртных напитков по компании. Они обычно не очень адекватные, на замечания они реагируют. Постоянно с ними боремся и с детьми, и с пьяными. Вода сегодня немного прохладненькая, дует ветерок, поэтому, вероятнее всего, народу на берегу будет немного, в отличие от жарких дней. Хотя погода, как показывает практика, совсем не показатель, говорят спасатели. И в прохладную, и в жаркую есть желающие покупаться. А значит, и трагедия может произойти в любой момент. Таблички, сами знаете, для русского человека это раздражающий фактор. Но, тем не менее, мы планируем задействовать добровольную народную дружину, волонтеров. Они помогали нам уже 29 и 30 июня. И надо сказать, что после их посещения в том месте стало более-менее спокойнее. Полиция планирует тоже присоединиться к нашим акциям, к патрулированию, выходные дни. Росгвардия помогает нам хорошо, вот именно вот в этом месте. У нас есть тревожная кнопка. В эскетиме один ребенок утонул, двое были спасены. Помощь потребовалась и взрослым. Статистика в регионе больше полусотни человек. Участили случаи гибели людей, поэтому все внимание на воду, зона безопасности. Тем более у вас дети. Хорошо, спасибо. Сегодня предпринимаются дополнительные меры по недопущению происшествий на воде. Инструктируем людей, вручаем памятки, напоминаем о мерах безопасности на воде. Напоминаем также, что люди многие с детьми отдыхают, внимание все на детей. Вода не прощает ошибок. А чтобы лето не омрачилось трагедией, взрослым стоит помнить правила поведения вблизи водоемов и постоянно говорить о них детям.